О чем мы сегодня поговорим? Доклад называется Concurrency in Practice, потому что он появился как набор наших практических, не то чтобы рекомендаций, а тех решений, которые мы реализовали, решая практические задачи, встретившиеся на наших проектах. И получилось, что их достаточно много, мне кажется, они могут помогать другим людям решать похожие задачи в их проекте, и поэтому получился вот такой докладец. Я бы сказал, оценивая лично глубину этого доклада, что он будет больше прагматично-практическим, нежели каким-то глубинно демотивирующим, как доклады Шапилева. То есть мы не будем копаться в кишках GVM, мы наоборот будем на поверхности плавать и как бы смеяться, что внизу там все непонятно, но все работает. Итак, меня зовут Николай Леменков, у меня есть твиттер XP Injection. Если у вас есть твиттер, то обязательно зафоловьте меня, потому что мне не хватает совсем чуть до 2000 фолловеров. Основное направление моей деятельности это Java. Я уже вот 10 лет работаю, руковожу в качестве техлида Java проектами. И по совместительству я являюсь основательным тренером тренингового центра XP Injection, от которого мы проводим много интересных технологических мероприятий в Украине. У нас есть четыре больших конференции. Это конференция Selenium Camp, посвященная автоматизации и тестирования. Конференция GE Conf, на которой вот мы сейчас с вами как раз и сидим. Конференция XP Days, посвященная agile инженерным практикам. И есть еще платформа полузаброшенная IT Branch, это платформа онлайн-конференции. Почему я вам это говорю? Потому что на всех этих конференциях мы абсолютно честно снимаем видео, считайте, за свой счет и выкладываем его в открытый доступ. Поэтому за все годы всех конференций вы можете посмотреть все доклады, которые были. А это действительно здорово. Сейчас как раз осуществляется миграция, она уже почти завершилась, миграция с Яндекс.Видео, которая благополучно скончалась, на YouTube. То есть вот еще немножечко и мы мигрируем на YouTube. Там будет немножко удобнее, листы, подписки и так далее. То есть, короче, можно много всего социального сделать. Ну вот буквально на следующей неделе мы эту миграцию завершим. Поэтому на всех этих конференциях заходите, смотрите, это реально здорово, что мы не просто проводим ивенты, а что мы делаем базу знаний, к которой вы можете потом обратиться. Все, что я буду говорить сегодня, многим может казаться, что это чушь, многие могут говорить, что это спорно. Это то, что является моим персональным опытом и это не некая серебряная пуля, которая поможет решить любую вашу задачу и любую вашу проблему. Просто задумайтесь, что возможно вы не все знаете о конкуренции и в какую-то сторону стоит копнуть более детально. Если вам не видно, вы решили садиться не на первый и второй ряд, а где-то там в конце и интернет у вас по-прежнему за connection, то вы можете пользоваться вот этим QR-кодом, чтобы получить доступ к моим слайдикам. Кто хочет, может сфотографировать. Если нет, идем дальше. Итак, любая штука, которую мы сегодня будем разбирать, она будет начинаться с практической задачи. То есть, какую практическую задачу мы хотим решить и дальше мы будем смотреть, каким образом она у нас решается. Будем начинать от очень простенького и двигаться чуть-чуть сложнее. Чего-то суперсложного, мне кажется, не будет. И еще я лично не очень хорошо отношусь, когда какие-то готовые решения люди готовят после докладов и выкладывают на GitHub и говорят, смотрите, если зайдете, вы там все скачаете себе. Мне кажется, что это немножко развивает лень у людей. То есть, человек, он даже иногда не разбирается, говорит, ой, я там на докладе видел, человек написал код, я вообще скопи-пейщу себе и все у меня заработано. Поэтому тот код, который я буду сегодня демонстрировать, не лежит на GitHub. И вы должны хотя бы не полениться попытаться его самостоятельно брать, написав к нему тесты, естественно, и показав, что ваша проблема решена. И тогда он у вас будет работать, а не просто существовать в вашем проекте. Итак, первая, самая банальная проблема – это нам нужно остановить некие сервисы. У нас есть некий сервис, который делает асинхронную работу. Например, у вас в вашем контексте спринговом объявлено несколько скедлеров, которые просыпаются и периодически делают какую-то задачу. Или, например, у вас есть сервис, который в бэкграунде удаляет какие-то записи из базы данных. И удаляет их, например, пачками. Вот он берет, достает, говорит, сколько надо удалить, миллион. И он говорит, пошла первая пачка, вторая пачка, третья пачка, четвертая пачка. Это одна задача. Соответственно, в чем проблема? Проблема в том, что если вы делаете этому стоп, то когда оно остановится, когда эта операция завершится. А это значит, что когда вы решили, и вам кто-то говорит, давайте остановим и передеплоим, то это значит, что хрен его знает, когда оно остановится, и вы его передеплоите. Причем, если вы это останавливаете, например, в спринт-контексте, то какие-то бины у вас могут уже остановиться, а какие-то будут продолжать работать. Что еще менее радостно. Потому что, например, ваши RMI-сервисы или еще что-то, там REST, который торчит наружу, уже умер, а вот этот бач-процессор продолжает свою работу. Поэтому такой стоп нам совершенно не подходит. Мы стараемся бороться с такими зависаниями. И поэтому сделали примиссивнейшую вещь. У нас есть один shared boolean flag, который реализован через atomic boolean, для того, чтобы он шарился между разными тредами без проблем. И получается, каждый поток, который делает хоть сколько-нибудь долгосрочную задачу, он обязан делать следующее. Он обязан у себя заинжектить к себе вот этот atomic boolean, и после этого проверять его в цикле while. То есть, если это бач-процессор, то он говорит, перед каждой обработкой я проверю, что меня не остановили. Тогда все могут остановиться аккуратненько, потому что они будут знать, что им надо сделать, когда наступил стоп. После этого мы используем банальный dependency injection. Мы этот стоп объявляем в спринговом контексте и инжектим везде, где он нужен. Все. Таким образом, когда мы потом в конце говорим, надо остановиться, мы просто этому стопу говорим true. Все сервисы, которые завязаны на этот стоп, аккуратненько останавливаются. И каждый аккуратненько пишет, я остановился, я остановился, я остановился, и все радостно. Вот такое простое решение. Следующая задача, которая у нас часто возникает, мы все знаем, что нельзя быть оптимистичным программистом, который живет в мире, где не случается эксепшенов, где не теряются базы данных, где не ломаются инстансы, где не пропадает сетка. И когда таких задач, обращений в распределенной системе становится очень много, это очень тяжело. И часто вам надо писать очень идентичный код, попробуй сделать что-то, если у тебя получается проблема, сделай retry. Мы решили, что писать этот код каждый раз, или надеяться на чудо, что эксепшен никогда не произойдет, это как-то странно. И поэтому мы написали вот такую штуку один раз, которая делает любую задачу, метод называется doTask, и он пытается в try сделать try to doTask. Если он ловит runtime exception, то он вызывает onError. OnError уже зависит от конкретной реализации. То есть по умолчанию он на любой error делает retry. Вы можете, например, у нас есть более продвинутая версия, которая говорит специфические эксепшены пропускай. То есть, например, пропускай там, что база данных говорит constraint violated или еще что-то. То есть это зависит от того, какую сдачу вы выполняете. И делает она пока не cancelled. Не cancelled, опять же, это может быть любая ваша реализация. Например, это может быть самая простая, которая у нас есть, это не stopped. Это вот не тот флажок, который мы только что с вами обсуждали. То есть никто не имеет права зависать. То есть никто не должен крутиться бесконечно в try-catch и делать попытки выполнить какой-то сервис. Всегда должен быть не из cancel. И что самое важное, это already stopped exception, который кидается в конце, что этот task остановили. Потому что если мы не бросим этот exception, то тот, кто его выполнял, скажет, ой, классно, он выполнился и продолжит свое выполнение. И будет совершенно не здорово, потому что мы-то его не выполнили, нас остановили и мы ничего не сделали. Вот, все просто. Идем дальше. Concurrent task executor. Тут многие подумают, ну зачем что-то делать? Мало того, что у нас есть и так уже task executor, правильно? Который оборачивает пул потоков, делает к ним очередь и все работает. А еще есть concurrent executor service. Кто знает, что такое concurrent executor service? Ой, сколько много. На самом деле это шутка, очень мало рук. Concurrent executor service попытался в ЖДК эту боль работы с concurrent executorом чуть-чуть облегчить. Ведь совсем неудобно закидывать, вот вам нужно обработать 100 задач в цикле. Совсем неудобно закидывать, получать фьючеры, сохранять их в лист. Потом говорит, вот теперь на всех фьючерах мы подождем по очереди. Ну это какой-то идиотизм. Мало этого, может первым попасться неудачный фьючер, на котором вы зависнете и будете ждать, пока все остальные задачи уже закончились и вы могли бы что-то уже делать. Понимаете, да, суть? Высот задач под правильное выполнение, они асинхронно где-то обрабатываются. А вы ждете на первой. Вот concurrent executor service позволяет это немножечко, скажем так, упростить и говорит, ну я их буду отдавать вам в том порядке, в котором они заканчиваются. Ну вроде как становится легче. Но хотелось бы другой код, хотелось бы сказать, запихни задачи, 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 а потом в конце подожди, пока все завершатся. И все, это должен быть просто такой код. Вот моя задача просто такая, я хочу писать такой код, очень простой и понятный, где фьючеров вообще не должно быть. И поэтому мы написали такую штуку, как concurrent task executor. Вот, он был разработан строго под наши задачи. Он принимает executor service, тот самый, который оборачивает пул потоков. И принимает еще магическое число, сколько задач может находиться одновременно в этом executor. Все же, наверное, знают, что если бы вы просто взяли task executor, он может пихать туда задачи очень много. Сколько? Бесконечно. Ну на самом деле не бесконечно, пока не заполнится память или пока maxint не достигнет. Но не очень хорошо. А когда вы пытаетесь это исправить, то получается, что это тяжело исправить, потому что вы туда пытаетесь вместо обычной очереди блокирующей вставить лимитированную очередь. А с лимитированной очередью получается такая печалька, что когда вы следующую задачу сабмитите, и она говорит, а я не могу ее в очередь добавить, она берет и канцеляет, и добавляет в те задачи, которые заканцельны. Вы их должны ловить и делать retry. И все превращается в какой-то такой цирк шапитот. Поэтому мы передаем туда количество задач, которые одновременно могут выполняться, ну и на всякий случай ставим task timeout, чтобы никто никогда не завис до бесконечности. Все, после этого мы у batch провайдера берем задачи, которые надо выполнить, бежим по batch провайдеру, по этим задачам, сабмитим batch process task, и в конце говорим wait for all task completion. Как это работает внутри? У нас есть executor completion service, это вот тот, который я расхваливал, для того, чтобы он давал нам следующий task по мере выполнения. У нас есть int concurrent task limit, это тот task limit, и у нас есть int task count. Почему task count у нас не волатальный или там не atomic integer? Потому что запихивают задачи в нашем случае в один поток. Ну, batch процессор взял какой-то batch и пихает в один поток. И, соответственно, ждет он тоже в этом же потоке. Ну, то есть делать его каким-то concurrentом смысла абсолютно никого нет. Вот. Что делается на сабмите? На сабмите сначала проверяется лимит. То есть мы смотрим, текущее количество задач, что с лимитом, хорошо или нехорошо. Если хорошо, мы увеличиваем его на один и запихиваем задачку. Если нет, мы говорим, ну извините, тогда давайте подождем. И делается просто wait. Вот он в конце, чек лимит, говорит, если task count больше, чем лимит, то мы просто подождем. Вот. Что делается в подождем? Мы просто пытаемся получить следующий результат на executor сервис. Executor сервис говорит, если кто-то уже выполнился, вот вам результат. Это значит, что ячейка освободилась. Как правильно заметил Шапилев, у нас тут не было целью потом собрать все-все-все результаты. То есть они у нас собираются, но вот если кто-то внимательно заметит, то тут дропаются результаты промежуточные. То есть мы возвращаем только результаты последние. Промежуточные результаты мы не возвращаем. Ну вот такая была задача. Ну и соответственно, когда мы говорим, давайте перейдем на следующий результат, мы делаем completion service. Пол это то, о чем я только что рассказал. Проверяем, что task not null. Это как раз та логика, что task way timeout прошел. Потому что если нам возвращают null, это значит, что извините, но за то время, которое вы указали, никто не выполнился. Мы хотели бросить exception в этом случае. Если нет, мы берем future get. Все как бы классически. Так как вы работали бы с обычными future. Перехватываем execution exception для того, чтобы бросить настоящий exception. Это очень важно. Иначе все ваши бизнес exception обработки будут заворачиваться в execution exception. И якобы ничего не происходит. И уменьшаем количество task count на единичку. Опять же, так как мы это запрашиваем в одном потоке, то никакой поток безопасности над integer не нужно. Вот такое простое решение. Следующее это ресурс, локирование ресурсов. В чем заключается задача? Вот видите, ресурс B он хороший, потому что к нему обращается только один тред. Как бы у него проблем вообще никаких нет. Он отдается этому треду и все. А к ресурсу A обращаются два треда. Значит, надо сделать что? Надо сделать так, чтобы тред 2 немножечко подождал. Когда тред 1 закончит работу с этим ресурсом, и после этого скажет, все, ресурс свободен, давайте работать. Тут все немножечко как бы с одной стороны прозаично, но с другой стороны, когда в нашей ситуации таких ресурсов очень много, если такой ресурс один, то это вообще банальная примитива синхронизация. Если ресурсов много, то вы, получается, если будете использовать просто один какой-то лок, на который все будут сходиться, то в итоге будете выстраивать всех в цепочку, будет все очень медленно. Поэтому работает это несколько по-другому. Заведена мапа локов. Вот у нас есть concurrent map. И когда кто-то говорит, давайте создадим лок на ресурс, передает туда ресурс, тут идет проверка. Чуть позже на следующем слайде вы увидите, почему на ней нет никакой синхронизации. Идет проверка, которая говорит, дай мне, пожалуйста, из локов по этому ресурсу лок. Если он есть, мы его сразу возвращаем. Есть ситуация, что его нет. В этом случае мы создаем reentrant read light log, оборачиваем его в ресурс лок и кладем в эту мапку. То есть считайте, что вот идет много ресурсов, и к ним много обращений. Чего бы мы хотели? Мы бы хотели по мере надобности, так как ресурсы разные, по мере надобности создавать локи, считать количество обращений, и когда количество обращений становится ноль, удалять этот лок. Потому что если мы его оставим в мапе, что мы получим? Out of memory. Потому что ресурсов много, и они совершенно разные. В данном случае у нас ресурсы выражаются либо лонгами, которые всегда идут вверх, либо стрингами, которые совершенно разные. Таким образом, если мы за собой чистить не будем, то в какой-то момент времени мы просто загадим всю память. Вот. Что мы делаем на вот этот самый ресурс лок, в который мы оборачиваем read write log? Он имеет поле counter. И это поле counter отвечает за то, сколько людей, сколько потоков уже этот read write log взяли себе. Пока оно не ноль, мы не можем удалить лок из мапы. Потому что им кто-то пользуется. Потому что сейчас вы увидите, что там уже висит сверху лок, и put if absent нам не нужен. Потому что не хочется... put if absent это такая штука, которая все равно создает объект в любом случае и запихивает его только тогда, когда не было там ничего. То есть мы всегда тогда на каждое обращение есть лок или нету, всегда создаем объект. Не очень хочется создавать новый лок. Всегда вне зависит... А? Правильно, но мы создадим объект лок. В любом случае. Даже если там в той ячейке уже есть. Можно было бы поступить по-другому. Можно было бы сказать put if absent и передать туда creator, который создал бы этот объект. Ну тогда код был бы некрасивый. Поэтому мне проще написать так и знать, что это точно будет работать, нежели писать некрасивый код, которым никто не будет разбираться. Вот. С этим понятно, да? Если каунтер становится ноль, мы его спокойно удаляем. Теперь где же, почему там нету синхронизации? А синхронизации там нет потому, что мы решили не мутить сильно синхронизации и просто сверху повесили strip.log, который разделяет лок на определенное количество бакетов. Почему нам этот вариант подошел? И по тем измерениям, которые мы делали, мы почти ничего не проиграли. Дело в том, что мы используем этот stripe.log только для того, чтобы запихнуть или наоборот выпихнуть из мапы лок. То есть в момент использования мы не лочимся по страйпу. То есть это значит, что вот эти stripe.log они используются только в том случае, когда лока нет, и мы его запихиваем. После того, как мы его уже запихнули, мы не используем stripe.log. И порядок, здесь в примере 64, порядок 1000 показал, что мы практически ничего не теряем в перформансе. И поэтому, чтобы не писать, чем хитрее ваш код, тем больше вероятность, что он неправильно работает. Если вы можете написать простой код и измерив его показать простыми бенчмарками, которые вы можете использовать, замечательный tool Шапилева, и увидите, что разбежка, например, там, не знаю, в полпроцента, и она для вас совершенно не играет никакой роли, забейте, сделайте код более простым. К stripe.log мы еще вернемся потом. Ну, то есть, получается, мы просто здесь оборачиваем stripe.log для того, чтобы вот те методы не использовали каких-то других примитивов синхронизации. Следующее. У нас необходимо реализовать доступ к ресурсам, но из разных GVM. Есть один GVM process 1, в нем несколько трэдов хотят ресурс. Есть GVM 2, process 2, там трэд 3 тоже хочет этот ресурс. Соответственно, этому надо сказать wait, этому надо сказать wait. Как это делается? В данном случае это делается с помощью ZooKeeper. То есть, мы очень простенько создаем в ZooKeeper ноду с помощью уже реализованных шаблонов, которые называются inter-process log. Мы говорим create log. Есть некоторый базовый путь, log pass, и после этого через слэш указываем имя ресурса. Ресурс именованный, в данном случае это строка. Соответственно, после этого мы пробуем его захватить. ZooKeeper нам дает понять с помощью возвращаемого буллинского значения, получилось ли у нас это сделать. Если получилось, то мы этот log себе сохраняем. А для чего мы его сохраняем у себя? Потому что, если мы локально захотим еще из какого-то трэда захватить этот log, то нам могут сказать, слушай, ну прям твой процесс уже держит log. И нам не надо будет идти в ZooKeeper. Мы экономим на межсетевой коммуникации тем, что мы еще локально у себя этот log временно сохраняем. И, соответственно, возвращаем, что да, мне удалось захватить log. На unlock'е все очень просто. Мы просто удаляем log из локальной мапы и релизим его на ZooKeeper. Ну, то есть, все мега просто. Когда у нас есть error, вот видите, тут используются методы log и release. Release внизу, log вверху. Log делает acquire на interprocess lock'е, release делает релиз. В ZooKeeper это реализовано, на ZooKeeper плюс кураторе. Это реализовано очень прозрачно и, как и другие механизмы синхронизации межпроцессорные. Поэтому все как бы очень просто. Идем дальше. Вот это немножечко сложная реализация, которую мы потом перепилили. Я тоже расскажу как, но я понял, что если я включу еще и тот код, который мы перепилили, то будет совсем сложно. Вот, например, у нас есть такая задача. Мы хотим ограничить access rate. Нет, это еще не так. Забейте, так что я это сказал. Мы хотели ограничить доступ к какому-то ресурсу и сказать, что все хотят этот ресурс. Например, у нас такая задача возникает, когда мы хотим качать какой-то сайт. И мы бы хотели его качать, например, 200 запросов в секунду. Но мы уверены, что если мы будем качать его 200 запросов в секунду, сайт продержится, ну, может быть, минуту от силы. К нашему большому сожалению, нам репортуют о том, что наш сайт вы повалили, когда мы даже 5 запросов в секунду качаем. Вот. Поэтому, ну, вот так, к сожалению, технологии у многих сделаны, и сайты крутятся вот так. Поэтому мы говорим, вот, этот сайт можно качать 3 реквеста в секунду. Но, с другой стороны, мы-то хотим не просто размазать эти 3 реквеста по секунде, мы хотим, чтобы мы успевали эти 3 реквеста сделать, чтобы мы вот на этом максимальном рейте и качали. Вот такая вот задача. Соответственно, вот этому, который второй, надо подождать, остальные в эту секунду влезут. Что мы сделали? Мы сделали, а, и надо, чтобы это работало быстро, потому что реально, если это будет медленно, то мы будем очень много тратить на синхронизацию, и в итоге не будем успевать сделать то количество запросов, которые хотим. 3 это простой пример. Если это, например, 30, 40, то уже становится механизм синхронизации очень важен. Поэтому мы придумали кольцо семафоров. Это, опять же, любую задачу можно решать по-разному. Мы решили ее кольцом семафоров. По умолчанию кольцо семафоров длины минута, то есть длины 60. На чем основывается такая штука? Вместо того, чтобы пытаться реализовать переход между секундами с помощью какого-нибудь хитрого счетчика или atomic reference или еще чего-то, подменяя текущее значение, мы решили, а зачем? Когда секунда переключится, мы автоматически попадем на другой семафор. Если мы выставим каждому семафору ограничитель в n, где n это количество реквестов, которое разрешено в эту секунду, то надо определять текущую секунду в минуте. У нас всегда четко определена, какая секунда сейчас в минуте. Мы обратимся к тому семафору и спросим, что там, можно у тебя или нет? Если он скажет нет, мы подождем до конца секунды и попробуем уже на новой секунде. Все как бы достаточно просто. И переходы на следующую секунду будут осуществляться автоматически, потому что мы используем clock, get time или seconds, он будет нам давать время, мы будем смотреть секунды и все будет легко. Остается один вопрос. Кто будет чистить те старые семафоры, которые уже забились? Для этого заводится, ну сейчас давайте уже рассматривать код. То есть код очень простой. Мы берем секунду, сначала заполняем эти семафоры вот этим max rate per second, кольцо это. Теперь acquire как работает? Try to acquire по какой-то ячейке. Get active ring cell. Get active ring cell в самом низу. Вы видите, как работает. Берем time или seconds, делим на тысячу, получаем секунды, после этого берем остаток отделения на ring size. То бишь в нашем случае на 60. Можно любой поставить на 100, на 200, на 500, это ваше дело. И сейчас начинается интересная штука. Нам надо почистить. Для того, чтобы почистить, мы берем текущую секунду, берем надежный, видите, там есть такая константа, называется safe offset. это то, сколько наша система из нашего понимания может залипнуть. Ну вот, по нашему пониманию, может система залипнуть, на 20 секунд ничего не делать. Если может, наверное, нам надо увеличить кольцо и сказать, что offset значит 50. В нашем случае мы никогда не залипали на больше и мы ставим, по-моему, я не помню сколько точно, в районе 10. Это значит, что я вот просыпаюсь, каждые 10 секунд, беру 10 секунд вперед, 10 секунд назад, это оставляю, а все остальное чищу. Понятно? То есть, операция происходит в бэкграунде, она никому не мешает, я не чищу только активный диапазон. Это те, кто до сих пор может висеть на семафорах и те, кто наоборот только бегут еще за этим семафором. И вот таким образом у нас почти нет локов, то есть, ну, все очень безболезненно, как будто у нас есть вообще один семафор и почти не тратится на это время. Следующее, это прозрачный батчинг. Где эта задача появилась? Нам необходимо было изучить, каким образом оптимизировать индексацию в люцене, таким образом, чтобы, когда идет большая нагрузка на люцен, мы пользовались реально батчингом, собирали некий объем данных и потом коммитили на диск. Потому что, если мы будем коммитить из разных потоков после каждого обновления, все будет очень медленно. И мы думали, надо какие-то разные стратегии придумать. Например, одна стратегия, давайте будем собирать батчи по 100 и пихать их. Есть другая стратегия, давайте будем 50 миллисекунд собирать все, что пришло и запихивать. Есть еще другие стратегии. И очень хотелось бы, чтобы эти стратегии были достаточно плагабл, то есть, встраиваемые в наш код, чтобы мы померили одну стратегию, померили другую, сказали, о, это классная стратегия, и у тебя должен быть параметр не 100, а 200. И таким образом мы можем много бенчмарков сделать и узнать, какая стратегия лучше. И плюс к этому мы можем легко ее настроить и перенастроить в продакшн. Нам показалось, что это очень логично. То есть, треды прозрачно добавляют таски и тут же вешаются на этот таск экзекутор с запросом wait for results. То есть, он говорит, вот я тебе даю задачу и тут же вешаюсь wait for results. Второй делает то же самое, третий делает то же самое, а внутри работает магический батчинг, которого не видно и который работает по некой стратегии. Значит, смотрите, как это работает. Таск экзекутор, видите, я не соврал, тут прям индекс документ, все из люсена. Таск экзекутор говорит, это таск документ и говорит, get, верни мне результат, насколько успешно тебе это удалось. Как вы видите, метод сам возвращает void, поэтому get, он просто как бы дожидается успешного окончания операции, потому что ему надо быть убежденным, что тот документ, который мы хотели заиндексировать в люсене, уже заиндексировался. Обработка эксепшенов, это не так интересно. Идем дальше. Каким образом происходит обработка в батчах? У нас есть метод run, который, помните, stop проверяет, для того, чтобы не зависнуть, все по-честному. И он постоянно в цикле, пока не остановился, пытается обработать следующий батч. Для этого он здесь, это не псевдокод, просто код приведен в более-менее хороший вид, чтобы все понимали четко, как это работает. Он ждет следующий батч, обрабатывает батч и отпускает все задачи. Правильно? Всех, всех, кто висел и ждал задачи. Если что-то пошло не так, то он всех фейлит. Ну, потому что он не может сделать что-то еще. К нему пришло пять задач, он взял пять задач, он не может разобраться, с какой из них произошло не так. То есть, представьте, вы берете и в люсеновский индексер говорите, проиндексируй, 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 падаете. Что делать? Вряд ли вы что-то хорошее придумаете с этим. Проще всех зафейлить сказать не удалось. Там есть ретрай, помните, который крутится, он сказал, ага, не получилось, попробуем еще раз. И система становится, скажем так, самостоятельной. То есть, она работает независимо от того, что происходят какие-то временные ошибки, например, у вас нагрузка на диск возросла, или у вас в рейде отклеился один диск, или еще что-то случилось. То есть, система самовосстанавливаемая. Система основана на ретрайах, и она все равно добьется своего результата. Вам для этого ничего не надо делать. Вот. Как происходит добавление задачи? Да все очень просто. Оборачивается наша дейта, потому что это абстрактный фреймворк. Хотя никому на самом деле не нужны абстрактные фреймворки. Но здесь он дженериковский, можно не только люценовский документ, но любую хрень, короче, индексировать. Оборачивается в батч-таск, и все здорово. Как мы дожидаемся батча? Смотрите как. Сначала мы хотим дождаться самой первой задачи, которая появилась. То есть, мы ждем хэда нашего батча. Ну, согласитесь, пока нет ни одной задачи, бессмысленно в цикле там что-то висеть и делать. То есть, мы просто зависаем на очереди и говорим, подожди, пока мне вернется моя первая задача. Вот теперь у нас есть первая задача. Мы ее добавляем в батч. И теперь появляется вот та самая интересная штука, которая позволяет нам экспериментировать со стратегиями. Мы теперь задаем вопрос некой внешней стратегии, а скажи, сколько нам еще надо ждать этих задач? Мы ей даем текущее время, когда была сделана первая задача, и сколько сейчас задач висит в очереди. И она принимает решение, если это задача, которая, если это стратегия, которая говорит, я по количеству работаю, то она нам возвращает, слушай, если уже стоят, то все, давайте прямо сейчас это делать. И мы берем, 100 набираем, сколько нам нужно, и дальше поехали. Если эта стратегия основана на времени, что мы ждем 50 миллисекунд, то она говорит, попробуй, пожалуйста, через 50 миллисекунд. И мы зацепаем на 50 миллисекунд и говорим, вот после этого мы уже с батчем продолжим работать. Вот. Теперь, что происходит дальше? В тот момент времени, когда мы решили, что батч полный, мы пользуемся замечательной штукой, которая есть у Concurrent, у Blocking Q, Drain 2. Drain 2 берет все, что у вас есть, накопилось, и сразу в другую коллекцию переливает. Вот. Это замечательно, коллекция та становится пустой, соответственно, можно абсолютно спокойно брать, выполнять эти задачи и в конце процессору говорить, что я все задачи запроцессил. Ну, как бы все достаточно просто. А вот это действительно та сложная задача, о которой я говорю. Нам нужно сделать следующее. Обращаются некоторые потоки к какому-то ресурсу, и у ресурса есть время, через которое к нему можно обратиться повторно. Так называемый delay. Очень часто это проявляется, опять же, в краулинге неких веб-ресурсов. Есть понятие crawl delay, которое может выставить администратор сайта и сказать, если меня кто-то краулит, то будьте добры, вот вы страничку закраулили, и следующую вы не имеете права краулить, пока не прошло три секунды. Понятно, да? Соответственно, если сто потоков ломятся, то виртуально они должны выстроиться в очередь. Ну, через три секунды каждый из них должен попросить. Вот такая вот штука. Этому мы, соответственно, разрешаем, этому запрещаем. Этому разрешаем, потому что к его ресурсу больше никого нет. Вот, смотрите, как это у нас реализовано. У нас есть понятие access token. Access token это либо тебе разрешено, либо тебе запрещено. У нас есть лог всех access token потому что мы должны понимать, кто, когда, к какому ресурсу последний раз обращался. Потому что, если мы к какому-то ресурсу идем и к нему только что обращались, мы скажем, нельзя. Мы делаем запрос и говорим, дай нам, пожалуйста, access request. После этого проверяем, он разрешен или нет. И вот тут возникает интересная штука. Во-первых, мы проверяем, был ли этот ресурс когда-то востребован до этого. Потому что, если он никогда не был востребован, то уже можем переходить ко второй части. И вторая часть говорит log if timeout exit. Вот это самое интересное. Мы спрашиваем, не прошел ли timeout, это вот этот самый crawl delay, и если прошел, мы пытаемся залогировать успешный доступ. То есть, получается, что это некий способ отложить синхронизацию на самый последний момент. То есть, мы берем некий access request, который нам дали, пытаемся максимально оптимистично, это как, если взять из языка кибернейта и же с ним, это как оптимистик лог. Вот это, один в один. То есть, вы берете лог оптимистичный и говорите, я вроде как буду все делать и уже вроде как готов сказать, что все хорошо, а в самом конце проверю, а не изменилось ли что-то с того момента, как я взял этот лог. Вот здесь ровно то же самое. Мы высчитываем, разрешено ему или не разрешено, потому что в большей части случаев ему будет запрещено. Если ему запрещено, нечего логировать. Ну, мы не изменили лог. Мы изменяем лог только тогда, когда кому-то разрешено. Соответственно, мы отсекаем все случаи, когда кому-то запрещено и в конце мы доходим до того, когда надо теперь проверить, оптимистичный лог сработал или нет. И вот это самая последняя строчка. Access request, log, success request. Сейчас мы пойдем внутрь. Внутри это все работает на concurrent мэпе и на timestampах. То есть, когда мы только создаем этот access request, берется текущий timestamp и делается вот тот самый put.fabsent в мапу, который говорит, что если там никогда никого не было, то я первый, вот мое время должно быть там. После этого из timeout, exe, тут ну просто, вообще все просто, теряется время текущее и время плюс дилей. А вот log access успешный используется, вот у нас есть access log, это concurrent map. Он пользуется такой штукой, как access log concurrent map метод replace. Можно у мапы, у concurrent map сказать, по такому ключу замени значение старое на новое и оно вернет true только тогда, когда старое по-прежнему старое. Это один в один оптимистик лог. Потому что мне надо убедиться, что за мое время, пока я там принимал какое-то решение, никто не добился успеха. Если кто-то успел, раньше меня, два потока пришли, он взял access log, попробовал, ему сказали, тебе можно. Другой пришел, говорит, и тебе можно. Если они попробуют одновременно, кто-то из них будет первый. Соответственно, второму вернут false. И второй вернет false тому, кто обращался. Понятно это? Достаточно просто. И, наконец, последнее, это быстрые счетчики. Некоторым приложениям, я считаю, что таких приложений не сильно много, лично мое мнение, нужно действительно быстрые счетчики, и Atomic Integer их не устраивает. Потому что Atomic Integer реализация не самая фантастическая. И поэтому раньше был описан алгоритм, и в Google Guavi была реализация под названием Long Adder, который делил просто по бакетам и использовал вот такой вот бесхитростный алгоритм для того, чтобы делать счетчики. Ну, на самом деле, если говорить простыми-простыми словами, то ничего сложного нет. Мы просто вместо того, чтобы решать проблему синхронизации на одном числе, мы разбиваем это на бакеты и делаем меньше синхронизации. И в тот момент, когда нам надо подбить сумму, мы просто подбиваем ее из элементов бакет. Теперь у тех, кто уже перешел на восьмую джаву? О, много. Вот у вас это есть по умолчанию. То есть вам хорошо, вы можете уже не заморачиваться. Большей части из вас вообще по этому поводу заморачиваться не надо, потому что вам Atomic Integer просто с головой, и вы, наверное, никогда и не мерили и не будете там мерить. У вас каждый запрос к файловой системе или к базе данных занимает столько, что оптимизация Atomic Integer просто там на 1017 месте стоят, короче, когда вы к ним дойдете. Поэтому не заморачивайтесь, но узнайте, что такая штука есть. Давайте посмотрим, какие интересные инструменты существуют в опенсорсном мире, чтобы работать с конкурентой джавы и не копаться в глубину. Есть замечательная штука, которую я вам просто настоятельно рекомендую использовать. Это Thread Factory Builder. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы ваши потоки были говорящими. Чтобы когда вы в логе смотрели на поток, то вы сразу понимали, что это за поток. Потому что, когда потом в логах смотришь, это там поток 17. Что он делает? Откуда он взялся? Почему он 17? Ни черта не понятно. Минимум, что вы можете сделать, это сделать Thread Factory Builder, сказать Builder и задать какой-то naming pattern. Например, это парсер такой-то. Это значит, что если этот поток будет в пуле, то это будет парсер 1, парсер 2, парсер 3, парсер 5 и так далее. Что рекомендуется еще? Дело в том, что у потока имя можно изменить в любой момент времени. И этой штукой надо обязательно пользоваться. И мы это используем во многих местах. потому что представьте себе, как удобно, когда у вас есть некий обработчик, например, обработчик транзакции. У транзакции есть какой-то ID. И вы перед тем, как обрабатывать транзакцию, говорите, поток, установи свое имя, равно твое текущее имя, плюс ID транзакции. На finally, оборачивается это все в finally, и в finally говорите, верни назад свое имя. Это значит, что когда у вас произошла какая-то ошибка, или вы просто смотрите логи, все ваши логи будут уже в контексте транзакции. То есть теперь отследить, вот получилось так, вам кто-то пишет, у нас найден дефект, какая-то транзакция не работает. У вас нет ничего проще, вы просто вводите ID транзакции в лог, говорите, греб по ID транзакции, и вам выдают спрос, что делалось в этом потоке. Если бы у вас этого не было, это очень нитривиальная задача. Даже несмотря на то, что вы применили вот basic thread factory, у вас thread'ы называются правильно, вы нашли что-то в каком-то из, например, 20 парсеров. В каком из них? Бог его знал. Следующий это concurrent utils. Concurrent utils это просто вот ради первого метода я его использую везде, где только могу. Потому что меня задолбало писать одно и то же. Вы всегда, когда делаете put и fapsent, вам возвращается результат. Но результат возвращается хитрый, потому что он обозначает, что там было раньше. Не то, что там получилось после того, как вы сделали put и fapsent, что было бы вполне логично. Потому что вы хотите put и fapsent и тут же это вернуть. В 99,9% случаев я не видел, кто делает по-другому. И вы каждый раз пишете один и тот же код. Если result не null, то верни result. А иначе верни то, что там было раньше, потому что put не прошел. И везде пишутся одни и те же строчки кода. Здесь еще это сделано с помощью вопросика и двоеточия, что упрощает нам, скажем так, бытовое понимание. Многие говорят, не, у нас запрещено так делать, будем через if писать. И у вас всегда превращается любой put и fapsent превращается там в 4-5 строчек кода. Что в принципе должно быть одной командой. Следующая штука это timed симафор. Это Apache Commons. Apache Commons предоставляет вам возможность создать timed симафор, который решает почти ту же задачу, которую решал наш лимитер. Помните, который лимитировал количество запросов в определенное количество времени. Почему мы не использовали тайм симафор? Я сначала, когда его увидел, я подумал, какая классная абстракция, надо ее обязательно использовать. Но когда мы полезли внутрь, оказалось, что он просто разрабатывался не для этого. Он разрабатывался не для большой нагрузки. Он разрабатывался больше для того, чтобы, например, есть у вас некая табличка, в которую не стоит лезть слишком часто. И вы говорите, туда можно лезть раза 3 за 10 секунд. И он больше для того, чтобы ограничить доступ вот на таких объемах. В него внутренние механизмы синхронизации очень плохо сделаны. Никто не утруждался себя супер чем-то выдумыванием, каких-то хитростей. И поэтому он очень медленный. Но если вам надо что-то, к чему-нибудь большой нагрузки, вам надо просто сказать, слушай, не больше 10 запросов в минуту, сюда мы делаем, это внешний сервис, какой-то нельзя много делать, он отлично подходит. То есть вот без большой нагрузки классно, берете, вот так его объявляете, симафором на new time симафор, вот это один раз в 10 секунд можно делать. Time, time unit можно передать, то есть все очень настраиваемо. Следующий time limiter, он тоже, нет, это не тот, time limiter решает чуть другую задачу. Смотрите, у вас есть некий сервис, и вы бы хотели сделать так, запрашиваешь метод сервиса, вызываешь метод сервиса, он может выполняться долго, ну, например, 100 миллисекунд, и вы говорите, все, надо его обрубать. Писать этот код каждый раз вручную, это достаточно геморно. Поэтому существует вот такой замечательный time limiter, который оборачивает thread pool, вы делаете прокси над своим классом, который вы вызываете, или интерфейсом, что лучше гораздо, вот, и после этого вызываете уже свой метод только на прокси. и вам, если ваш тайм-аут, в данном случае это 50 миллисекунд, если ваш тайм-аут истек, то у вас вываливается unchecked timeout exception, и все, вы на этот unchecked timeout exception все делаете. Это очень классно конфигурируется в спринге, то есть, когда вы это конфигурируете в спринге, ваш, скажем так, тот, кто получает интерфейс через dependency injection, даже не подозревает, что вот такая штука там внутри внедрена. Да, вот там экзекутор сервис передается. Вы можете сказать, сколько там тредов, как, что. То есть, он делает очень простую штуку. Он делает submit в thread pool, получает future, и на future вызывает get. Ну, как бы все прозрачно. Вот так вот. И поэтому, когда вы его внедрили, все работает автоматически. Можно это написать аспектом, который обернет все методы каких-то сервисов. Очень удобно, когда вам нужно сказать, что вот этот сервис должен у меня всегда оставаться быстрым. Ну, вот пример вам Twitter. Представьте, если в Twitter, например, не будут обрубать запросы, и вы сидите, уже пошла шестая минута, а вам все говорит, гружу твиты, гружу твиты. Вам, вероятнее всего, просто после там, не знаю, 20 или 15 секунд скажут, нельзя, не загрузилось. Несмотря на то, что саму операцию, возможно, не удалось прервать, она где-то там в потоке дальше и грузит, но вам уже говорят, все, извините, дальше мы твиты вам никакие не покажем. Это такой барьер своеобразный. Rate Limiter. В Google Guavi есть вот это, про то, что я начал рассказывать, есть Rate Limiter, очень похожий на наш Limiter, и опять же, мы хотели его сразу применить. У него все нормально с Concurrency, только он решает, и с Performance, только он решает задачу несколько не так, как ее решаем мы. Наша задача, помните, когда у нас ограничен доступ к ресурсу и можно только, например, 10 секунд. Этот товарищ говорит, так, давайте разделим секунду на 10 интервалов и будем стараться, внимание, стараться, потому что ничего другого не остается, ты можешь только заснуть, проснуться, а сколько ты спал, хрен его знает. Будем стараться равномерно нагрузить этот сервис. У нас задача равномерно не стоит, потому что, если мы вдруг заснем чуть больше, мы не успеем то количество, которое хотели. Нам интересно, как можно быстрее свои реквесты отправить, и когда мы уже не можем отправить, то тогда остановиться. А он основан вот на этой плавности. Но зато у него есть прикольная штука, которая называется warm-up. То есть он, когда просыпается, вы ему говорите, давай первое там 10 секунд поработаем в таком разогревающем режиме. И тогда он говорит, сколько вы там попросили, например, 100 запросов в секунду. Он сначала сделает 10 запросов в секунду, потом 20, потом 30, потом 40, потом 50, дойдет до 10 секунды, говорит, все, погнали, теперь будем делать по 100. Но когда мы начали его использовать, оказалось, что вот это вот при хорошей нагруженности системы, когда действительно потоки занимаются делом, то оказалось, что он редко выполняет обязательства сделать столько, сколько надо. Ну, банально он засыпает, другие потоки берут контекст, делают, 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 возвращают контекст, а прошло не 5 миллисекунд, как он себе предполагал, а прошло уже 50. Ну и, соответственно, он ничего не успевает. Но он решает задачу не более чем. То есть вот если задача стоит не более чем, он с ней справляется. Следующий, Striped. С помощью Striped вы можете просто взять и, скажем, распараллелить на некоторые бакеты какой-то лок. То есть вот у вас есть доступ к какому-то ресурсу, и вы его защищаете локом. С помощью Striped вы можете сказать, отлично, таких локов будет много, и я автоматически буду брать, я не могу их сделать столько, сколько ресурсов. То есть это некое подобие хэш-таблицы. Ну, то есть вы легко вычисляете хэш, один из там, в данном случае от 1 до 64, за вас его вычисляют на самом деле прозрачно, потому что там используется по стандарту хэш-код, и по нему берут вот из этого Striped нужный вам лок. Очень удобно, когда вам надо, когда, скажем, процент, который вы выиграете от хитрого конкуренции, очень мал, и Striped-то, например, на тысячу предостаточно, чтобы решить вашу задачу. Следующая штука это Listenable Future. Я думаю, что в Java 8, опять же, вопрос уже не стоит совершенно, но если вы в ранних версиях Java, то вот вы, например, вызвали какой-то метод асинхронно getUser, получили Listenable Future, и на Listenable Future можно с помощью futures повесить callback. То есть все очень натурально тогда выглядит, вы говорите, add callback future, new future callback, и говорите, если success, то сделай вот это, если failure, то сделай вот так. Ну, если бы еще не Java со своим вот этим, не you, скобок, миллиард, то выглядело как бы более-менее. Так не видно на ходу, чем это так круто, но поверьте, это лучше, чем без этого. Uninterruptibles. Это такая штука интересная, которую я первый раз увидел, используется она в Cassandra, и есть Interrupted Exceptions, когда кто-то прерывает твой поток, и Cassandra зачем-то использует вот этот набор, набор утилит, который позволяет на Interrupted Exceptions обернуть, сказать, не, мы все равно будем дальше продолжать. Ну, то есть это как бы такая непрерываемая операция. Вот, если в вашем коде вы завязаны какие-то вот непрерываемые, назовем их, операций, то обязательно посмотрите на вот эту утилитный класс. Следующая штука, мне она очень понравилась по реализации, хотя Шапилев на нее плюется, говорит, так не надо делать, вот, ну, мне кажется, это очень элегантная штука, и в каком-то случае она может решить задачу действительно очень классно, элегантно. Опять же, доступ к ресурсам, это некий лог, который хотят захватывать разные потоки. Если таких потоков немного, то можно воспользоваться интересной штукой. Можно завести в каждом потоке два средлокала. Один средлокал будет отвечать за текущую ноду, другой будет отвечать за того, за кем вы стали в очередь. Идея основана на том, что когда кто-то хочет кого-то залочить, на самом деле кто-то уже его лочит. Ну, предположим, такая ситуация, да? это значит, что он как бы во главе очереди. Очередь за чем-то, например, за булочкой. Вы приходите и говорите, хочу булочку. Вам говорят, извините, вот мы сейчас этому человеку молодому продаем булочку. А вот еще три человека стоят в очереди. Вы говорите, окей, я стану четвертым, правильно? Ну, натурально все выглядит. И таким образом, вы как бы выстраиваетесь в виртуальную очередь. И это реализовано посредством threadlocal. То есть изначально вы делаете my node, это threadlocal, qnode, и my пред. Соответственно, туда ничего не ставится. И во главу вы становитесь сами. Потом, когда кто-то вызывает лок, то вы берете текущую ноду, устанавливаете на ней, что она залокирована, и после этого заменяете главу очереди и устанавливаете, что вы являетесь ее предшественником. И таким образом, вы ставите себя в очереди. На unlock'е происходит обратное. Вы говорите, теперь я не залочен и меняетесь со своим предшественником местами. Мерить, это, ну, скажем так, мне понравилось элегантностью и простотой решения. Хорошо ли оно плохо отработает, при каком количестве потоков, гадать не стоит. Стоит просто взять и померить. И возможно, оно для определенного рода задач будет гораздо быстрее, чем другие механизмы. Дисруптор. Дисруптор – это очень классная штука. Или дисраптор? Дисраптор. Хорошо, пусть будет дисраптор. Уговорили. Очень классная штука, которая использует любимые нами кольца. Просто даже не перечислить, сколько у нас всего реализовано на этих кольцах. И оно говорит, что в банальной идее оно говорит о том, что зачем нам вообще лощиться, если мы можем запустить продюсер по кольцу и консюмер по кольцу. И продюсер делает что-то и в ячейку. А консюмер бежит за ним и из ячейки достает. В этом случае не будет локов. Правильно? Ну, если только они не сблизятся. А когда они сблизятся, то только в этом случае будет локи. И мы эти локи реализуем, действительно. Но, если вы возьмете достаточно большой размер кольца для ваших конкретных задач, понятно, это очень плохо работает, где у вас непредсказуемая длина выполнения задачи. Например, вы делаете ИО-операции. То есть, вы лезете в базу данных, черт его знает, сколько она займет, один быстренько продюсер, вы лезете в базу данных и кольцо заполнилось. Если же это было применено впервые для финансового рынка, когда кто-то генерирует транзакции, кто-то их тут же обрабатывает, считает какие-то суммы, еще что-то и куда-то отправляет. То есть, в этом случае это работает классно. У вас скорость продюсера, скорость консюмера имеют некую более-менее детерминированное поведение с каким-то колебанием. Вы выбираете нужное вам кольцо, запускаете, и они едут. Все чудесно. Попробуйте. Мы в одном месте применили, отказались именно потому, что у нас нет таких вычислительных задач, у нас все более недетерминированно. На недетерминированном никакого бонуса не получается. Зу Кипер плюс Куратор замечательно реализует локи, барьеры, счетчики, очереди, много всего другого. Рекомендую вам посмотреть, потому что, если у вас есть необходимость реализовывать некие абстракции с локами поверх GVM, то вот это, наверное, самый замечательный способ. Полезные ссылочки вот тут на презентации можете почитать, там и про Дисруктор, и про Зу Кипер, и про Куратор, и про все остальное. И запомните такую замечательную фразу, что нельзя просто так взять и написать многопоточный код. И уже мы в 21 веке, уже вроде как там нечего многим добавить в парадигмы языков, мы уже возвращаемся к тому, что было очень давно, сейчас все фанатеют по функциональному программированию, мы ходим по кругу, но тем не менее, многопоточный код как оставался, так и остается причиной огромного количества бед разработчиков, и он остается самым тяжело понимаемым и тяжело написаемым, поэтому вы должны понимать, что это реально трудно. И взяв готовые рабочие абстракции, или готовые рабочие идеи, вы можете очень сильно упростить себе жизнь. Это все, что я хотел до вас донести. Большое спасибо. У нас есть две минуты, наверное, на вопросы. Есть вопросы какие-то? Подождите, а кто у нас волонтер? Микрофончик давайте дадим человеку. О, смотрите, а волонтеры на мой доклад не пошли. Вы скажите вопрос, а я повторю. А, это хороший пример. Слайд с QR-кодом. Да. Сейчас я отмотаю. Подождите, я очень быстро мотаю, но все равно не так. О, вопросы? Да. Вопрос заключается в следующем. Почему мы не использовали стандартный сред-интераптор? Потому что мне тогда надо установить этот сред-интераптор в каждый сред, а я не знаю сколько всего средов и я не знаю каким образом мне их найти и в них что-то заинжектировать. Вот и все. Еще вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, решение с кольцом семафоров мне очень понравилось. Там вот этот механизм очистки какой-то у вас хитрый. Почему нельзя было очистить семафор при переключении на следующий и просто взять и очистить предыдущий? Нету понятия переключения на следующий. непонятно, кто первый переключился на следующий. Но вы же там берете то есть из кольца следующий берете семафор? Нет, не следующий. Беру за текущую секунду. И я не знаю, я первый, кто к нему пришел или нет. Вот и все. Мы так хотели реализовать. Такая идея была. Тогда нужно было бы дополнительно тратить время на то, чтобы понять, я был первым или не первым. А еще прикольно было то, что когда я, например, спросил, я первый или не первый и меня вдруг переключили из контекста, то я могу, вернувшись назад и спросив, а какая секунда мне надо, я мог ошибиться. И мы поняли, что это слишком сложное и можно допустить ошибку. Еще вопросы? Нет вопросов? Тогда спасибо. Глеб, ты меня потом спросишь. А, да.